Первое, что обращает на себя внимание в зале – максимум цвета. Он колорист, он цветовик, это редко, это то же самое, что в музыке мелодист. Человек, который способен родить мелодию, запоминающуюся какую-то красивую, который будет жить с людьми. Если он берет цвет, то он его берет по-настоящему, это уже выражение такое профессиональное, в общем, взять цвет, создать колорит. Вот он красный, так это красный, если зеленый, то это зеленый, он держит. После него, пожалуй, таких мощных цветовиков у нас в живописи, наверное, не было таких. Блестящий живописец Петр Буткин работал не для наград, званий или участия в престижных выставках, а ради живописи как таковой. Петр Ильич просто самозабьенно любил живопись. Он отдавал себя и целиком, и не представлял, наверное, себе жизни без красок. Его отношение к миру было гедонистическим. Он принадлежал тому поколению, которое прошло через очень суровые испытания. Это и война, это и голод, и разруха. Он сам чудом выжил в послеблократном Ленинграде, когда учился в институте Мерепина. И поэтому он умел радоваться самым простым вещам. Произведения художника лишены литературного подтекста, философской многозначительности, идеологической запрограммированности. Предметные композиции его натюрмортов предельно просты. В них находят отражение незатейливый быт 60-70-х годов, и в то же время присущие людям той эпохи радость бытия. Столь же эмоциональные, выполненные на одном дыхании, этюды, пейзажи, виды окрестностей Рязани, Константинова, Алтая. А вот портретов в наследии Будкина осталось немного. Между тем, каждый из них отличается глубиной и выдает в авторе прекрасного рисовальщика. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».